Мечты о жизни в красивом доме безжалостно рушит ковш экскаватора. Особняк неподалеку от Олимпийского парка в Сочи оказался самостроем. На участке по ТЖС вместо частного дома выросло здание в пять этажей. Застройщик поделил его на несколько квартир и квадратные метры уже распродал. Но места во дворе не хватило ни на автомобильную парковку, ни на детскую площадку. Застройщик пытался сохранить самовольно возведенное здание и даже узаконить его через суд. Но служители Фемиды приняли решение – дом демонтировать. Принципиальную позицию в отношении самостроев уже не раз обозначал Вениамин Кондратьев. Сегодня этот вопрос глава региона вновь выносит на повестку дня. Самовольно построенные дома зачастую не просто портят облик кубанских городов. Жить в них небезопасно. Возводят многоэтажки без соблюдения всех норм и требований, в том числе и противопожарных. Буквально на прошлой неделе в том же Сочи к горящему самострою никак не могла подъехать спецтехника. Более того, поблизости не было ни одного гидранта. За 40 минут выгорело практически два этажа. Но ведь за всей этой ситуацией стоят люди, которые допустили, чтобы этот дом стал живым, обращает внимание губернатор. Есть конкретные, виновные в каждой ситуации, которые допустили именно подобной ситуации. Еще раз подчеркиваю, морочить голову и мне, и нам, и людям, жителям не стоит больше. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. Это в первую очередь власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность возлагаю на власть, на тех, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. Потому что бомба замедленного действия, что по себе и показывают сегодня. Появляется самострой, какой-то эксперт, потом судебные решения, а потом он загорается. Дом. Прошу конкретно разобраться. И не важно, что там будет. Заключение эксперта, безразличие чиновников. Иначе мы никогда порядок не наведем. Для того, чтобы не было самостроек в Краснодарском крае, вообще в принципе, должно соблюдаться три условия. Первое, это неотвратимость наказания самостройщиков, которые на этом зарабатывают. Второе, экономическая неэффективность. То есть снос должен быть неизбежным. И третье, это публичность. Если на сегодняшний день во всех средствах массовой информации и во всех интернет-ресурсах, в том числе с привлечением общественных организаций, об этом говорить и показывать, то строительство этих самостроек удастся пресечь, снести все и не допустить впредь. Но в первую очередь жесткая позиция должна быть у власти на местах, считает Вениамин Кондратьев. А иногда муниципальные чиновники принимают абсурдные решения. Шесть лет назад суд обязал мэрию Краснодара предоставить инвалиду участок под строительство частного дома. Исполнить решение администрация города решила в прошлом году и выделила несколько соток на землях многоэтажной застройки. Вениамин Кондратьев поручил детально разобраться в этой ситуации. Ведь здесь явно либо кто-то мешает инвалиду построить дом, либо преследует свои цели, справедливо отмечает губернатор. Вот мне объясните, каким образом нужно так исполнить судебные решения, чтобы не на землях ИЖС, а на землях многоэтажной застройки реализовать это судебное решение. Вот теперь в этом случае что должна делать по закону власть? Она должна проводить общественные слушания и изменять сегодня вид разрешенного использования. Там, где многоэтажное строительство, то есть должно стать жилое. А если жители не поддержат это, тогда выходит, что этот инвалид должен строить на этом участке многоэтажный дом. Вы сами себе можете ответить на вопрос, что творим? Не надо терпеть, я еще раз подчеркиваю, рядом те, кто занимается такими делами. Это не дела, это делишки, с которыми нужно давно уже завершить во всех кабинетах власти. Во всех. Хватит испытывать, я уже не раз говорил, терпение жителей Краснодара. Главам районов необходимо активнее вести борьбу с самостроями и не замалчивать, если возникают препятствия, требует руководитель края. Самовольно возведенные дома не должны быть выгодными ни застройщикам, ни власти на местах. Сегодня никто не мешает главам муниципальных образований навести полностью порядок с самостроями. Но еще раз подчеркиваю, когда проходят оперативные штабы, советы безопасности, когда я говорю, есть ли вопросы иные, почему-то ни один глава муниципального образования не поднимают вопрос, что какие-то или судебные решения, или контролирующие надзирающие органы мешают ему навести порядок с самостроями, а тихо прижимают хвост, иначе не скажешь. Тогда он заинтересован и показывает мне решение от трех инстанций. Если вы молчите на Совете безопасности, когда находится представитель суда, начальник ФСБ, прокурор, начальник полиции, а вас нечего сказать, значит вы заинтересованы в том, что вам нечего сказать. Поэтому я еще раз подчеркиваю, никакие судебные решения от трех инстанций приниматься не будут. Потому что вы молчите, значит вам первым на руководитель судебные решения от трех инстанций. Но как оказалось, противопожарные требования игнорируют не только недобросовестные застройщики, но и владельцы некоторых торговых центров. Это стало вторым вопросом к краевой планерке. Всю прошлую неделю на Кубани проходили проверки торгово-развлекательных комплексов. Этот экзамен сдали немногие. Выяснилось, что в ряде случаев сотрудники ТРЦ просто не готовы к чрезвычайным ситуациям. Не везде срабатывает и автоматическая система открывания дверей. Более того, есть примеры, когда закрыты некоторые выходы для эвакуации. Никто здесь требования не снизит к торговым развлекательным комплексам, пока они максимально не покажут, что они готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Проверки шли уже после трагедии в Кемеровском торговом центре. После. И до сих пор в наших торговых центрах вот эти запасные выходы находятся на замке. Коллеги, ну неужели мы вот такие циничные, абсолютно не понимаем, или настолько гонимся за, даже пусть не копейкой, но рублем, что не понимаем, что цена может быть человеческая жизнь. Я еще раз подчеркиваю, бизнес любой ценой мне и нам не нужен. Ну вот срок дан. Те требования, которые мы предъявили сегодня, пожарная безопасность, показали слабые звенья в работе торговых центров. Мы должны сделать все, чтобы все эти замечания, которые выявлены, были устранены. В противном случае предупредите, еще раз подчеркиваю, руководители торговых центров, потому что мы в этом случае, если они не будут устранены в установленном нами сроке, обратимся в суды, в суд о закрытии этих торговых комплексов. Такие проверки не просто разовая акция. Контролировать, как соблюдаются меры противопожарной безопасности, будут постоянно. Причем визиты инспекционной комиссии станут незапланированными, а значит, к проверкам руководители торговых центров не смогут специально подготовиться. Мария Крошный, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.